Девушки отдыхают Кроме этого встреча с настоящим чудом Друзья, мы рады снова встретиться с вами в Доме живых историй Меня зовут Оксана Ратушная Я Николай Лазовский, здравствуйте Сегодня в нашей программе удивительная история женщины, видевшей небеса История, которую мы хотим вам сегодня рассказать, потрясет любого Давайте вместе посмотрим ее Татьяна Белоус родилась и выросла в стране, которая отвергала существование Бога Как и вся ее семья, Татьяна была коммунистом и разделяла идеологию партии Но однажды сверхъестественное прикосновение Бога изменило привычное течение ее жизни Убежденная коммунистка постепенно превратилась в скромную, посвященную Богу христианку Со временем Татьяна вышла замуж, родила детей Ее муж Вячеслав и дети тоже верили в Бога, посещали церковь Когда Татьяне исполнилось 44 года, в ее жизнь пришла беда Начались сильные головные боли Такие были головные боли, что порой я не могла сдержаться, я стонала, иногда даже кричала Чтобы стоном и криками не пугать детей, при усилении боли я просто закусывала палочку Обыкновенный карандаш, я его перекусывала После обследования врачи вынесли приговор Саркома, быстро развивающийся рак головного мозга Операцию делать поздно Но Татьяна и Вячеслав верили, что Бог может исцелить любую болезнь Мы молились И через верного пророка, через чистый Божий засуд Господь показал, что руками хирурга будет водить он И я должна идти на операцию 24 декабря 1991 года Татьяна лежала на операционном столе Над ней горели яркие прожекторы операционных ламп Вокруг суетился медперсонал, шла операция У меня уже стояла подключичка Поставили наркоз И следующее мгновение, которое я помню осознанно Я почему-то нахожусь под потолком Я смотрю вниз Кого-то оперируют Только позиция очень неудобная Голова хирурга закрывает мне операционное поле И я не знаю, по какому поводу я здесь нахожусь Вот такая вот была ассоциация Когда я встала рядом с хирургом Я увидела, что на столе лежу я И это мою голову оперируют Это у меня вскрыта черепная коробка Я не поняла, что это смерть Просто ощущение свободы И у меня больше ничего не болит В коридоре она увидела своего мужа Который стоял на коленях с другими братьями из церкви И молил Бога о ее исцелении Я в это время просто молился Чтобы она выздоровела Как обычно говорят Господи, помилуй, Господи Излечи ее, Господи, соверши чудо Я провела рукой по его щеке Он поднял удивленные глаза Посмотрел по сторонам И ничего не увидел Славик, я живая, слышишь? Ты меня слышишь, Славик? Татьяна пошла дальше по коридору Она и не заметила, когда коридор превратился в длинный тоннель В конце которого был яркий свет В этот миг я забыла И про детей, и про мужа И только когда я выпала В тот прекрасный мир Я как-то выпала, но не вниз А вверх И восторг охватил меня Я помню, когда в детстве Тайкон забралась на мамину кровать И подпрыгнула Вот такой же восторг детский Был тогда Мне хотелось, как ребенку Радоваться, смеяться И петь Вокруг меня все пело Там были деревья Там была трава Это было очень прекрасное место В ярком свете Татьяна заметила силуэт Приближающегося к ней прекрасного существа Ангел повел Татьяну дальше По прекрасному саду Шелковая, бархатистая трава Она обнимала ноги И она пела Она пела хвалу Богу Татьяна так была увлечена всем происходящим Что не заметила, как свет, который был вокруг Начал усиливаться Он ласкал этот свет Этот свет лился от трона Божия Мы стояли у подножия Я была вот такая Такая маленькая Я стояла глубоко подножия Я не видела Бога Он сокрылся от меня в облаках Его одежды, как облака, покрывали ноги И только подножия трона Эти изумруды И бриллианты И рубины Татьяна хотела поднять голову, чтобы увидеть Бога Но ангел остановил ее Но я услышала голос Этот голос Когда-то он спросил Да, коли будешь гнать меня Это тот голос Который обличал меня за неблаговидные поступки Это тот голос Который утешал меня в минуты скорби А что ты сделала для меня? Был следующий вопрос Я растерялась Я совершенно не ожидала такого вопроса Я говорю, Господи Это я вообще все делала для тебя Я жила для тебя В этот момент из-за трона вышли два ангела Которые держали большой свиток И когда этот свиток открыли То я увидела себя Я увидела так Что не только то, что я делала То, что я говорила Но и то, что я думала В этот миг Я видела все это Моя жизнь была настолько неблаговидна Что я сказала Господи, прости меня Прости, Господи Я не знаю, что я должна была сделать для тебя Спроси меня еще что-нибудь Господи И сколько душ ты ко мне привела Сколько ты рассказала обо мне Где снов твой? Спросил Господь Татьяна посмотрела на свои руки Она держала лишь один колосок А рядом стояли люди К ним тоже обращался Господь Но они держат снопы А ангелы держат корзины Корзины с плодами А у моего ангела Почти пустая корзинка Плодов духа там почти нет Неожиданно Татьяна услышала другой голос Мерзкий и противный Здесь ее плоды У меня Отдай ее мне Мне стало жутко от этого голоса И страшно За моей спиной стоял дьявол Он тоже принес Мои плоды Он тоже принес Корзину с плодами И она была почти полная Мне захотелось сделаться еще меньше И скрыться от глаз Божьих Я сплакала По моим щекам катились слезы Я просила Господи помилуй Прости Господи Субтитры создавал DimaTorzok